Больше 100% Самарская область перевыполнила планы по сбору средств на капитальный ремонт. Основная программа работ, которую предстоит выполнить, уже согласована с жителями домов. 600 зданий, в первую очередь на гостевом маршруте Мундиале, обретут обновленный фасад. Но изменится не только внешний облик домов. Их утеплят по современным стандартам и выполнят другие виды работ. Появляется активность, появляется инициативность, появляется желание сделать не один, два вида работ. Мы очень часто это осуществляем. И особо как раз на маршрутах чемпионата это очень сильно проявилось. Люди сказали, что помимо фасадов у нас есть большая проблема, мы понимаем чемпионат, но у нас инженерия, крыша и так далее. На координационном совещании губернатор обозначил задачу, чтобы сферу ЖКХ активнее контролировали общественные советы. Это касается и капитального ремонта, и управляющих компаний. К ним больше всего нареканий. В Самарской области удалось остановить недобросовестное долевое строительство. За последние годы список обманутых дольщиков только сокращается. Теперь необходимо при помощи общественности усилить контроль на рынке коммунальных услуг. То же самое касается и сбора налогов и акцизов на спиртное. Районы могут получить дополнительные деньги на решение проблем за счет ликвидации подпольной торговли алкоголем. Сейчас лицензию для магазина даем мы. Кому мы дали? Насколько он дисциплинирован? Насколько он выполняет закон? Положение, порядок? Мотор и получит. Это город Самара может 2 миллиарда дополнительно иметь. Если хорошо сработает, получить из них 160 миллиард 600 обратно в микрорайоны. Для того, чтобы они порешали свои проблемы по благоустройству. Миллиард 600 миллионов рублей – хорошая прибавка к муниципальным бюджетам. Чтобы их собрать, нужно навести порядок на алкогольном рынке. В чем важную роль должны сыграть общественные советы микрорайонов. Олег Зверев, Василий Колдашов. События. Это аналогичное показательство прошлого года.